Продолжаем дальше. Очень уникальный доклад, очень важный, потому что есть клинические исследования, есть практическая реализация, а все начинается с экспериментальных данных. Поэтому сейчас мы прослушаем доклад нашей уважаемой коллеги Шейховой Рукиад Гаджи-Муратовны. Это Дагестанский медицинский университет, биологический факультет, и ее доклад посвящен этой экспериментальной исследовании при гипотириозе. Поэтому очень сложная тема для исследования, и есть уже клиническое приложение, то есть этих результатов конкретно для нас с вами. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости конференции. Сегодня я хочу представить вам свою лекцию на тему возможности и эффективность применения продукции PowerMatrix при патологии щитовидной железы. В общем, хочу вам сказать, что на сегодняшний день вы знаете, что это очень серьезная проблема и очень распространенная патология в России. И не только в России, в Дагестане, откуда я, является эндемическим регионом, где чуть ли не каждый второй житель Дагестана страдает данной проблемой. Ну, данная проблема, она нарастает в связи с различными проблемами, вы знаете, и социальными, и экологическими, и пищевыми. И поэтому, в первую очередь, я считаю, что Дагестан страдает из-за того, что из-за нехватки микро- и макроэлементов. Социальных факторов тоже достаточно, но в основном, наверное, все-таки пищевые. Было много очень исследований проведено, проведено и на человеческом факторе. Но дело в том, что мы исследовали людей, в основном мы могли исследовать без применения гормонотерапии, в основном субклиническим гипотириозом. Были получены прекрасные результаты, написаны несколько магистрских диссертаций и защитены на отлично. Но у нас возникал вопрос с Любой Викторовной о том чистота эксперимента. Без применения гормонотерапии хотелось бы посмотреть. А люди с клиническим гипотириозом, естественно, без гормонотерапии не могли применять наши препараты. И поэтому появилась такая идея провести доклинические исследования на крысах в университете с применением наших препаратов. И как модель был избран гипотириоз, меркозалиловый экспериментальный гипотириоз. В эксперимент было взято около 100 крыс. Целью нашего исследования явилось изучение влияния препаратов Матрикс на активность аминотрансфераз в сыворотке крови крыс с моделированным гипотириозом. Но сегодня я вам представляю именно только по аминотрансферазам. Эксперимент был довольно широкий. Результатов получено очень много. Просто материал очень большой. Я просто решила вам какую-то часть представить сегодня на рассмотрение. А в ближайшее будущее данный материал будет полностью обработан и представлен в печати. Так что вы сможете это все сами прочитать. Ну и на следующих конференциях и встречах, может быть, мы изложим и другой материал. Значит, для достижения поставленной цели были определены следующие задачи. В первую очередь распределить животных, то есть крыс, породы вистор, белые породистые крысы вистор, на группы для исследования. Смоделировать гипотириоз. Определить активность аминотрансфераз в сыворотке крови крыс при различных вариантах исследования. Провести сравнительный анализ с выводами по всем полученным результатам исследования. В нашем исследовании мы изучали биохимические и клинические показатели крови крыс при экспериментальном гипотириозе с применением комплекса тканеспецифических адгезивных факторов и препарата «Матриксилен» российской компании «Поверматрикс» на фоне интактных животных в качестве контроля. В следующей схеме, честно говоря, когда мы уже в последующем начали анализировать полученный материал, у нас появилось очень много вопросов. А почему так, а почему не монотерапия изначально, а сразу комплексная терапия? Потому что, на самом деле, если логично рассуждать, надо начинать с монотерапии, а потом как бы вести сравнительный анализ при добавлении каких-то новых препаратов. Но почему-то, видно, мы перенесли эту модель, которую мы использовали на людях, на животных. Потому что, ну, людям мы не будем же экспериментировать по одному препарату давать и смотреть, как у них развивается. Тем более мы клинические исследования не проводили, а просто на людях имеется в виду. А рекомендовали, и по рекомендации люди применяли препараты, и в последующем мы проводили биохимические анализы. И поэтому такой возможности не было. И Любовь Викторовна Засорина рекомендовала комплекс препаратов, которые, по мнению ее эндокринолога, кандидата медицинских наук, то, что этот комплекс именно препаратов наиболее эффективно влияет именно на метаболические процессы при заболеваниях щитовидной железы. И вот был выбран комплекс. В комплекс входили Церебрум-2, Церебрум-3, Матрикс-Силен, Салютем и Тимус-2 препараты. И Тирадея, естественно. В комплекс входили эти препараты, но мы их разделили немного по группам, чтобы посмотреть, каким образом они будут влиять на исследование. И поэтому первую группу мы включили, естественно, контрольных животных, интактных, которых ни в чем мы не задействовали. Во вторую группу вошли животные, которым мы вызывали гипотиреоз. В течение 22 дней по классической схеме, как полагается, мы вызывали удостоились того, что, естественно, у крыс получен гипотиреоз. Об этом свидетельствовали гормональные изменения. Об этом свидетельствовало визуальное наблюдение. То есть крысы, поведение у них изменилось, они выглядели пассивными, выпадала шерсть, тускнела шерсть, они теряли массу тела, и крысы становились пассивными. То есть все признаки были налицо, и биохимические, и физиологические, и визуальные. В дальнейшем, значит, это была у нас группа вторая, которых 22 дня мы вызывали гипотиреоз, а на 23 день декапитировали и проводили биохимические анализы крови, тканей, шерсти и всего, что возможно. Третья группа. В третью группу вошли животные, которым мы вызывали гипотиреоз, точно так же 22 дня. Но после того, как мы вызвали гипотиреоз, мы оставляли этих крыс на 30 дней для самовосстановления. То есть никакую терапию не применяли и оставили как контрольную, посмотреть, насколько восстановятся биохимические и все параметры. В четвертую группу вошли крысы, у которых мы вызывали гипотиреоз. И назначали после 22 дня на фоне поддерживающей дозы, то есть пролонгированного гипотиреоза. Мы не прекращали давать меркозолил животным, а пролонгировали, поддерживали в течение 30 дней, пока мы им подавали препараты Матрикс. Значит, четвертая группа получала препараты Церебрум-2, Тирадея, Матриксилен, Салютем. Ну, здесь, честно говоря, не включена, видно опечатка, не включена Тимус-2 препарат, потому что он тоже был включен в эту группу. Далее, пятая группа крыс – это, значит, группа, в которой точно так же вызывали гипотиреоз, только без пролонгированного гипотиреоза. То есть не давали им препарат Меркозолил, а давали вот тот же самый комплекс препаратов, что и в четвертой группе. Шестая группа. В шестую группу то же самое, только мы добавили вместо, то есть не вместо, а дополнительно в эту группу вошел препарат Церебрум-3. Церебрум-3, вот подчеркнут препарат, Церебрум-3 вошел дополнительно. Препарат, восстанавливающий гормон роста, да, мы знаем. Вот, седьмую группу, опять та же самая линейка препаратов, только здесь, без пролонгации, без пролонгации гипотиреоза. Вот такой вот эксперимент мы проделали. И для чего мы выбрали поддерживающую и пролонгирующую дозу Меркозолила? Для того, чтобы выявить, идентифицировать, насколько восстанавливается, ну, можно сказать, что могут нам заявить о том, что ваши, ну, не ваши препараты, а вы отменили препарат, и вот на основе отмены препарата у вас и восстановились все показатели. Чтобы вот идентифицировать именно влияние наших препаратов, были выбраны схемы именно на фоне пролонгированного гипотиреоза и без пролонгации. Так, все наши полученные результаты представлены на рисунке, на графике. Пожалуйста, покажите. Значит, в данном рисунке указана динамика изменения активности АСТ и АЛТ в процентном отношении к контролю в сыворотке крови крыс при различных вариантах исследования. Как вы видите, первая группа, ну, это все проведено исследование на сравнение с первой контрольной группой. И поэтому во второй группе, значит, крысы, которых мы сразу декапитировали после гипотиреоза, мы видим повышение активности АСТ на 51%. АЛТ, значит, АЛТ – это второй столбик. Значит, АЛТ у нас находится еще в пределах нормы. В третьей группе, через 30 дней после того, как крысы получили гипотиреоз и находились на самовосстановлении, как вы видите, по активности этих ферментов никакого восстановления не произошло. Скорее наоборот. Потому что АСТ все еще держится на уровне 51% выше нормы, а АЛТ уже выше нормы достоверно, притом выше на 28%. Это говорит о том, что идет ухудшение состояния животных. Самое интересное, что в последующем мы провели, буквально перед тем, как сюда приехать, мы декапитировали последнюю группу крыс, которую, в общем, содержали после гипотиреоза, которую мы вызвали. Три месяца мы оставили на самовосстановление этих крыс. И на третий месяц, то есть таких литературных данных не было. Мы хотели с чем-то сравнить, но мы не нашли такие данные. То есть не проводились такие исследования. И поэтому мы вынуждены были для сравнительного анализа провести данные исследования. И вот самое интересное, что и студенты это отмечали, и мы это видели, что нет никакого восстановления даже на третий месяц, потому что там уже пошел процесс гипотиреоза такого, что идет ожирение крыс. При обычном рационе питания, они прямо внутренние органы покрыты жиром. Более пассивные, неактивные, в какой-то степени агрессивные. И по биохимическим показателям там тоже именно аминотрансфераз были повышены, выше нормы. То есть это результаты, которые мы получили полгода назад, получается. А вот сегодняшние результаты уже показывают, что да, действительно, эти значения мы еще раз подтвердили. На третий месяц тоже эти результаты, активность ферментов не восстанавливается. В дальнейшем смотрим на четвертую группу, где мы применяем препараты на фоне пролонгированного меркозалилового гипотиреоза. Как вы видите, результаты анализов показывают, что активность ферментов находится в пределах нормы. Это вас не поражает, это вообще удивительный результат, потому что это действительно клинические исследования, никакой подтасовки здесь не было, это полученные чистые результаты. Которые мы можем смело показывать и доказывать остальному ученому миру. В четвертой группе и в пятой группе без пролонгированного гипотиреоза активность аминотрансфераз находится на уровне нормы. Достоверно не отличаются от контрольных значений. В шестой и седьмой группе при добавлении препарата Церебрум-3, незначительные изменения. И изменения такие, что не скажешь, что в худшую сторону, потому что звездочками указаны именно варианты, где имеется относительно контроля, достоверная разность относительно, то есть достоверное повышение значений или разницы относительно контроля. То есть это говорит о том, что все остальные группы, начиная с четвертой, пятой, шестой, седьмой, при применении наших препаратов Матрикс достоверно снижаются до уровня нормы. И эти результаты, кстати, не трехмесячного исследования, а всего лишь одного месяца. Всего лишь одного месяца. Поэтому дозировки крысы получали по одной-две капли. Им на носик капали, на носик капали, и селен и салютом они получали по пять капель. По пять капель. Вот такие вот прекрасные у нас результаты. Следующий слайм. Итак, выводы. Ну, выводов можно еще много написать. Можно сказать о том, что АСТ и АЛТ – это вообще почему мы выбрали активность этих ферментов. Потому что при тиреоидной дисфункции эти ферменты являются показательным тестом именно функционального состояния щитовидной железы. И именно эти ферменты являются показательными метаболических процессов. АЛТ больше периферического обмена, а АСТ больше центральных метаболических процессов катаболизма. И АСТ, он ближе к процессам цикла трикарбоновых кислот, а АЛТ больше периферических процессов. То есть там, где АСТ повышается, если вы увидите по картине, да, можно немножко назад на секунду. Вот, если вы видите, есть такие изменения, как снижение уровня АСТ может чередоваться с повышением АЛТ. То есть часто встречается именно в научных исследованиях, так как это связано именно с изменением метаболических процессов. Одни усиливаются процессы, другие тормозятся. И так как эти ферменты, они участвуют именно в периферических и центральных метаболических путях, соответственно, идет какое-то изменение в этих процессах. Вот, и так выводы, выводы такие, ну, некоторые, краткие, можно сказать, выводы. Выводов мы еще много сделаем. Применение препарата меркозалил в течение 22 дней в дозе 2,5 мг на 100 г живой массы вызывает достоверное повышение активности ферментов АСТ на 51% и АЛТ на 28% относительно контроля. Второй вывод. В группах 4,5,6,7 гипотириозных крыс применение в течение 30 дней комплекса препаратов Матрикс Тирадея, Матрикс Церебрум-2, Матрикс Церебрум-3, Матрикс Силен способствовали достоверному снижению доконтрольных значений активности АСТ относительно данных 2 гипотириозной группы без терапии. В четвертой пролонгированной и пятой гипотириозной группах крыс после 30-дневного приема препаратов Матрикс Тирадея, Матрикс Церебрум-3, Матрикс Силен относительно третьей гипотириозной группы без терапии активность АЛТ достоверно снижается на 39,36%, соответственно, варьируя в пределах нормальных контрольных значений. В шестой группе крыс с пролонгированным гипотириозом после 30-дневного приема препаратов Матрикс Тирадея, Матрикс Церебрум, Матрикс Силен и Матрикс Церебрум-3 относительно третьей гипотириозной группы без терапии активность АЛТ достоверно снижается на 43% и варьирует в пределах нормальных контрольных значений. В наших исследованиях мы планировали, конечно, исследовать и антитела. Каким образом? Потому что очень много заболеваний щитовидной железы, связанных с аутоиммунным тиреодитом. Но так как у нас не было финансовой базы для данных исследований, а один реактив только стоит 80 тысяч с лишним, вот поэтому мы не смогли провести данные исследования. Ну, на человеческих ферментах мы, то есть реактивах провели исследование, ферменты мы получили, а антитела у нас, естественно, вышли нулевые. Но в данный момент мы подали в республике, так как это тоже актуальная проблема именно в условиях нашего региона, я подала на грант республиканский. Надеемся, вот мы указали именно статью расходов на эти исследования. Если республика поддержит исследования с применением именно крысиных реактивов для определения антител, мы продолжим. Так что благодарю вас за внимание. Спасибо, Рукьяд Гаджимуратовна, за такой доклад. Очень непростой. И я думаю, что дальнейшее, на будущий год мы опять услышим результаты следующих ваших экспериментальных исследований. Продолжение следует...